Помощи не просят, разговаривают с журналистами, отказываются. От внимания прячутся в фургонах. Они с января так и остались стоять на заднем дворе Дворца зрелища спорта. Один из жильцов теперь уже бывший цирковой артист Владимир Тургин. Здесь и все его питомцы. 7 собак, 5 кошек, 4 носухи и хонорик. Живут вынужденные новоселы тихо. Ну собак они тут выгуливают и все, а кого там еще? А вы с ними не здороваетесь, не общаетесь? В январе после барнаульских гастролей с несколькими артистами московского цирка Анастасия расторгли контракт. Среди них оказался йог, клоун, воздушная гимнастка и сам дрессировщик Владимир Тургин с супругой. Причину увольнения артисты так и не узнали. Из-за срочного расторжения уже полгода не могут найти новое место. Остались они не только без работы, но и без зарплаты. Конкретно Владимиру не додали 70 тысяч рублей. В апреле мужчина разместил на своей страничке в соцсети гневный пост, где выступил против бывшего директора Олега Кононова и получил такой комментарий. За все отвечает тот человек, который берет вас на работу и, соответственно, он выплачивает заработную плату. В данном случае это ваш друг Юрий. Речь идет о Юрии Маснянкине, тогда исполнительном директоре. С ним контракт тоже не продлили. Мужчина рассказал нам, что распустить должны были весь цирк, нерентабелен. Вместе с Олегом Кононовым они поделили долги перед артистами на двоих. Сейчас Юрий должен только Владимиру. С этим человеком я лично разговаривал. Это мой хороший знакомый. Мы с ним договорились, что в мае, в июне я ему отдам эти деньги. Этим же летом Владимир должен подписать новый контракт. Предварительно едет в Приморье. Тогда и закончится история с цирком, который уехал, а артисты остались. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.